МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. За сутки в крае произошло несколько серьезных ДТП, которых едва не закончились трагедией. На Азминогорском тракте в Барнауле перевернулся прицеп с досками. Авария произошла недалеко от кафе. Из-за грузового автомобиля обе полосы на перекрестке оказались парализованы. А вот в Бийске мотоциклист сделал тройное сальто во время ДТП. Он попал в так называемую слепую зону, из-за чего водитель вазы его не заметил и начал поворачивать. Сообщается, что никто серьезно не пострадал. Кстати, по словам очевидцев, без происшествия не удалось добраться и карете скорой помощи за 300 метров до места аварии. Машина попала в ДТП. Качество фруктов и овощей в магазинах Края проверят сотрудники Роспотребнадзора. Ведомство открыло горячую линию для консультации граждан по безопасности продуктов, которые пользуются особым спросом в летнее время. Высказывать свои замечания или даже пожелания на качество овощей и фруктов можно по телефону, который вы видите сейчас на экране. Звонки принимают с понедельника по четверг в рабочее время и до обеда в пятницу. Кстати, вместе с сезонным пищевым вопросом, что обостряется летом из-за жары, специалисты будут принимать жалобы от покупателей некачественной летней одежды. Сотрудники Роспотребнадзора обещают отработать каждое обращение и провести соответствующие рейды. В Наукограде прошел митинг против повышения пенсионного возраста, сообщает бийский рабочий. К началу мероприятия на площадке Петровского бульвара собралось около 500 человек. Подробнее об этом событии не только в обзоре изданий Сибирской медиагруппы. Представители всех поколений, молодежь и пожилые люди были едины в одном. Повышение пенсионного возраста допустить нельзя. Люди занимали очереди к точкам, где собирали подписи под обращением к властям. Можно было даже услышать фразы «никогда не подписывала, а теперь подпишу», потому что без предел достали. Как сообщили организаторы митинга журналистам бийского рабочего, подписи сначала будут переданы в Крайкомп КПРФ, потом их отправят в Госдуму. Дендрари Барнаула просит помочь с уборкой деревьев после разрушительного урагана 23 июня, сообщает Политсибру. Правда, нужны не просто волонтеры, а специально обученные люди со спецтехникой. Возможно, сотрудники лесничеств, так как работа достаточно тяжелая. Это слова научного сотрудника Центра декоративного садоводства Галины Синогейкиной. Любопытная новость от комсомольской правды Барнаул. Специалисты Горэлектросети подсчитали, что во время матча Чемпионата мира по футболу в Барнауле увеличивается потребление электроэнергии. Пик пришелся на воскресенье 1 июля, когда проходил матч Испания-Россия. За три часа барнаульцы потребили 510 тысяч киловатт-часов энергии. Это на 143 больше, чем за аналогичный период неделю назад. А вот встреча России с Саудовской Аравией оказалась непопулярной. Потребление энергии практически не превысило среднее значение. Татьяна Голубева, Наши новости. Лучшую команду электромонтеров Сибири выберут на Алтае. В Барнауле начались соревнования среди сотрудников МРСК Сибири. Чего стоит работа на высоте, как тушить пожар с олимпийской скоростью и зачем энергетики придумывают изобретения, расскажет Анастасия Дороган. Огонь у опоры ЛЭП явление редкое, но от этого не менее опасное. Работа под напряжением и в напряжении – будний бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередач. Это они предотвращают возгорание после удара молнии или скачка электроэнергии. Действует молниеносно. Сначала мы допускаем бригаду пожарников. Это первый полэтап. Второй полэтап – нужно будет затушить за 60 секунд пламя возгорания. Сложно, но в принципе здесь ничего нет. Главное, с волнением справиться. Предельно собраны, действия отработаны до автоматизма. Уровень мастерства демонстрируют на ежегодных состязаниях МРСК Сибири. Этапов несколько – техника безопасности, тушение пожара, сбор оборудования, работа в поле, по иронии, в условиях штормового алтайского лета. Глава компании Виталий Иванов подчеркнул, наш регион уже прошел экзамен стихии после барнаульского урагана. Объективно восстановились в течение 4-5 часов. Я буду скрывать, я сам этого не ожидал. Мы людей тут не ранжируем по каким-то, знаете, по профессиональным признакам прежде всего. Задача, вот прежде всего, людям обменяться мнениями, обменяться стандартами, обменяться практиками. Потому что мы работаем, по сути дела, хоть и Сибирь, мы работаем в разных климатических зонах, это прежде всего. На высоте накатывает небольшое волнение. Нужно спасти пострадавшего, что повис на опоре. Отключить напряжение, подняться, опустить коллегу и оказать ему первую помощь на все это максимум 6 минут. Тренажер Агошу спасли, и не раз. На жюри отмечает, с каждым годом участников судить сложнее. Ведь соревнуются они не только навыками, но и смекалкой. Например, в том году электромонтеры презентовали особое рукодельное приспособление. Восходный год это такая конструкция тяжелая и хрупкая. И вот для того, чтобы испытывать ее, ремонтировать, значит, это очень оригинальная такая подставочка. А вы дополнительные баллы за это начисляете? Естественно, естественно, это обязательно. Вот сегодня, например, Горный Алтай привез беспилотный летательный аппарат. Чтобы познакомиться с другими новинками, у судей будет целая неделя. Соревнования профмастерства продлятся до пятницы. И в данном случае штормовые прогнозы только обострят борьбу и выявят сильнейших. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Фонды Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая пополнились новыми экспонатами. Писатель Станислав Вторушин передал сотрудникам на хранение свои произведения и некоторые личные вещи, которыми писатель очень дорожит. Подробнее в нашем сюжете. Станислав Вторушин за свои 80 лет жизни успел поработать журналистом, главным редактором и написать несколько книг. Его первые статьи были опубликованы в газете «Алтайская правда». Карьерный рост Станислав Васильевич продолжил во всероссийском издании «Правда». Он работал корреспондентом в Тюмени, Новосибирске и даже в Праге. В это время случилось так, что меня пригласили в газету «Алтайская правда». Я работал на заводе, на Алтайском заводе агрегатов после окончания политехнического института. И меня оттуда, с инженерной должности, я технологом работал в цехе, меня пригласили в «Алтайскую правду» литературным сотрудником. Соблазнили тем, что сказали, что сегодня мы тебя берем на работу и сегодня же ты получаешь квартиру. Чтобы стать прозаиком, нужно пройти школу журналистики, говорит Станислав Васильевич. И он ее прошел. В 2009 году Втарушин стал лауреатом международной премии имени Алексея Толстого. Победу ему принесла книга «Литерный на Голгофу» о судьбе Николая II и его семьи. Меня интересовало ли эти люди, их поведение, понимаете, их мысли. Они знали, на что они идут, что с ними будет. В фонды Гмилика Втарушин передал вещи из личного архива. Книги, семейные фотографии, рукописи, ордена и медали. Сотрудники музея пообещали все это бережно хранить. И, возможно, в ближайшее время организуют небольшую тематическую выставку. Екатерина Шахова, Александр Антропов. Наши новости. Температура в крае заметно понизилась. В среднем на 7 градусов. Всего плюс 17. В Олейске и Бийске около 20. Тепла в Камне на обеих слабгороди. В Барнауле до 17 градусов выше нуля. Возможен дождь. Ветер северо-западный. Парыцет. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин